Вот у нас в гостях замечательный гость, но ты уже сама поняла. Да, да, да. Добрый вечер, мирянин, добрый вечер. У меня тоже есть эти веды, я иногда читаю, не всегда, потому что комбинирую с ведами и старым заветом, ветхим заветом, который написан на итальянском языке и издан в 1799 году. И иногда я читаю одно и читаю другое. Так что немножечко мы тоже кое-что понимаем. Значит, и вот Олег задавал в чате вопрос, я специально вывел на экран архитектуру. Ну, я просто написал архитектура Индии. И Владимир Евгеньевич спрашивает у Владимира Мирянина-Видогора, что думаешь об архитектуре в Индии, кто строил такие, какое назначение и сооружение, кто это строил? Я как бы тоже видел архитектуру Индии, да. Даже на Мирянина-Видогор 2 я как-то сделал видео, но не свое, опубликовал, а чужое тоже. Я увидел там очень интересные вещи. Вот это именно картинки я вижу, которые ты сейчас показываешь. Получается, я смотрел видео именно про это, да, и я понял по этому видео, что сейчас современные люди, наверное, такое построить не смогут. Ну, что слишком... А особенно там, что меня поразило, когда я смотрел, что верхушки вот этих вот зданий, храмов, которые показывают, они выточены из огромных каких-то кусков цельных камней, неподъемных реально, там сколько-то тонн, да, и поднять туда на самую верхушку такие камни, ну, это странно как бы. Ну, либо там другие технологии использовались, но неважно, все равно сейчас таких нету. Я не хочу говорить, что это строили именно наши предки, потому что большинство храмов, как ни странно, я наблюдал вот именно этих, да, они как раз именно в Южной Индии, там, где как раз жили вот те, кто поклонялись богине Кали. Ну, я скажу так, что по ведам считается, что технологии, технологии высокие, есть как у богов, так и у демонов. То есть, ну, считается, что в демонических мирах тоже очень высокие технологии. Это только у нас сейчас на Земле было такое время, ночь сварога, что технологии отсутствовали какое-то время, какие-то несколько сотен лет. Кстати, вот, по моему мнению, не тысячи лет, а несколько сотен лет всего лишь отсутствовали технологии. И сейчас они стали опять появляться. Вы наблюдаете, вот, как у нас сейчас появляются компьютеры, эти крутые телефоны, даже крутые автомобили, там это Тесла, там электромобили, самолеты реактивные, все такое. То есть, технологии возвращаются, но это еще слабые технологии в древние времена. Технологии были намного серьезнее. Ну, силой мысли, Владимир, управлялись, да, Вайтманы, Вимары и так далее. Да, даже в индийских ведах вот такое говорится, что как бы даже эти, ну, прекрасные замки строились за какое-то короткое время, и там тоже говорится, что даже были такие, кто строил силой мысли. Ну, конечно, для нас это вообще удивительно как-то, даже трудно поверить, что, возможно, какие-то люди просто могли, а может, это были боги, что они просто, у них мысли реализовывались. Ну, возможно, и, конечно, нам легче поверить, что применялись какие-то там, типа космических кораблей, или что-то для постройки, какие-то суперстанки. Ну, может быть, что угодно, но по-любому технологии были, и даже сила мысли, возможно, там тоже присутствовала, и люди были умнее гораздо. А могу я задать вопрос Мирянину? Я хотела бы спросить, если вы знакомы с творчеством Левашова, который очень серьезно и довольно обширно нам рассказал о культуре, индийской культуре, если вы знакомы с ним. Я знаком, но вопроса не поняла. Хорошо. Хорошо. Я хочу спросить, если вы читали Левашова «Россия в кривых зеркалах», если вы читали эту книгу? Не всю, начал читать, начал какими-то обрывками, обрывками, но не дочитал, не дочитал. Дело в том, что в этой книге он посвятил действительно, а такую большую часть этой книги, истории развития Индии. Почему, откуда взялась Индия, откуда взялась ее культура. И, ну, если вы не читали, конечно, тогда я забираю вопрос обратно. Дело в том, что… В двух словах для зрителей невозможно объяснить, что Левашов говорил, хотя бы в двух предложениях. Дело в том, что Левашов о чем говорил? В двух словах буквально два предложения. Что, значит, во-первых, эти индийцы, индиане, вот так мы их назовем, потому что это не индийцы, а индиане, они были созданы искусственно, они каким-то образом появились на этой территории, которая изначально была территорией русов, и, значит, они появились на очень низком интеллектуальном… Моя Софья. Вот, как Софья моя. Развитие, так же, как негры теперешние. И к ним спустились семь белых богов и дали им веды. И на основе этих ведов они, значит, живут по сей день. Я единственное, что могу сказать от первоисточника, который не был еще в Индии, но собирается и знаком немного с этой культурой. и говорит, что там кастовое расслоение очень сильное. Если ты принадлежишь к определенной касте, значит, ты должен… ты и принадлежишь к определенному слою, рабочему слою. До сих пор невозможно перемешать эти слои. Я не знаю этих каст, ради Бога. Я узнаю. Если ты к высшей касте принадлежишь, значит, ты будешь всегда, ну, скажем так, по нашим словам, русским начальником. К нижней касте, какой бы ты умный ни был, ты не можешь быть начальником. Ты всегда будешь в подчинении. Даже если твой начальник к высшей касте дурак дураком. Так же между собой они не имеют права, ну, там, мешаться. Они должны жениться только в своей касте или выходить замуж. Вот. И Левашов здесь описывает, что, значит, это было как бы искусственное население, которое каким-то образом ушло из Египта и очутилось на территории теперешней Индии. Каким-то образом оно приняло культ Калима. Это самый, наверное, безобразный культ, который может быть в обществе тех, которые ходят на двух ногах. Они до сих пор несут эту идею Калима в такой религии, как цыгане. И он проводит красной линией то, что всё-таки индейцы, индиане, индиане, не индейцы, неправильно это будет, это цыгане, которые несут себе этот культ Калима. Как вы считаете, это верно его определение? Потому что я прочитала эту книгу очень внимательно и несколько раз перечитывала его эти пассажи, потому что это действительно очень интересно и очень странно. Если вы позволите, я просто тезисно скажу, это не перебиваю, просто какая картина, вот смотрите, уважаемые слушатели и зрители, какая вообще вырисовывается картина. Ну давайте вот просто немножко сравним нашу человеческую жизнь на уровне насекомых, ну приблизительно, то есть смотрите, была когда-то здесь территория, да, план это, где существовали первые, кто прибыли сюда, белорозовые. Скорее всего, белорозовые были первые, судя по тому, что мы знаем из вед, наш участок земли имел райскую жизнь. Как говорится, ни холода, ни голода, ни войн, ни эпидемий, вот, и вот, знаете, вот такое ощущение, ну как у каждого рода, допустим, у нас, допустим, ну давайте мы классифицирован, классифицируем нас как пчелы, то есть мы трудимся все время, создаем, созидатели, да, развиваемся, и вот прилетели какие-то мухи, высшие мухи, и отложили здесь свои личинки, на нашей земле, и вот эти личинки, они как бы вылупились, тут же невозможно отрицать, несмотря, конечно, не хотел эту тему, хотел так, из уважения к Владимиру, аккуратно обойти устройство нашей планеты, но Владимир, единственное, что не, скорее всего, я не буду спорить, говори, говори как хочешь, да, ну ты же не будешь отрицать, что это было извне, пускай не важно, как планета выглядит, но то, что это откуда-то с других планет прибыло, это все-таки, Слава, я же сказал, я к тебе нормально отношусь, я не буду с тобой спорить, говори что хочешь, вот, поэтому они отложили личинки, архитектура явно, которую мы видим, не славянская, я специально в кадр не начал выводить сексуальные вот эти орламенты индийские, которые вы все знаем, там ослы, ослицы, там, ну вы знаете этот безлот, вот, и, скажем, создатели улетели дальше гадить, откладывать личинки, ну, а наши предки попытались образумить, скорее всего, каким-то образом, скажем, ну, вот этот помет, какой-то злобный, ну, судя по тому, что сейчас мы видим по факту, про, ну, происходит в нашем мире, наверное, нам не удалось, я еще хочу добавить, скорее всего, таких мух прилетало очень много, то есть, не именно гадили, там, предки, скажем так, современных, там, национальностей, проживающих в Индии, это было, разные, скажем, паразиты, с разных, допустим, планет, у них есть это свои, ну, скажем так, отвратительные прародители, и сейчас я не буду перечислять этот список, мы их знаем очень много, мерды, да, там, индусы, там, ну, скажем так, принято их почему-то индусы, да, ну, да, земель, вот, и вот, как бы, даже китайская стена, мне кажется, строилась не один раз, и, скорее всего, когда предки поняли, что их невозможно никак образумить, они все равно, не зная броду, лезут в воду, как саранча, они просто решили технологически от них отделиться, то есть, на определенный этап, скорее всего, псевдо-китайская стена, псевдо, потому что, явно не китайцы современные устроили, была построена, вот, именно, между, назовем условно, условно, территорией современной Индии, это все условности, и территорией современной Руси, барьер, чтобы они сюда не лезли. Да, как бы, получается, как раз, когда я рассказывал про храмы, что я заметил, что, вот, именно вот эти храмы, они стоят на той территории, где мы не жили, они стоят на южной территории, и, действительно, если их приблизить, то там такой секс, непонятно с кем, и со слами, и, как бы, кверх ногами, и, в общем, во всех позах, да, то есть, это, храмы, они не нашей традиции, в большинстве, но, опять же, я подчеркиваю, что у них тоже были технологии, и, хорошо, что вы рассказали про эту книгу Левашова, которую я не дочитал, ну, к Левашову я, как бы, отношусь, но сразу скажу, как отношусь, нет, не двойственно, однозначно отношусь, я считаю, что Левашов, это был проект внедрения сразу в лидеры славянства, возглавить славянское движение, все, вот это то, что мы сейчас делаем, да, Левашов был послан возглавить, но, чтобы возглавить, нельзя давать всю неправду, никто тебя сразу за лидера не примет, никто тебя слушать не будет, надо давать максимально много правды, но делать такие хитросплетения, витиеватые, чтобы как-то все-таки увести в сторону, и возглавить, именно возглавить, чтобы вся внимание было на Левашова, то есть там, ну, во-первых, у Левашова не было копного права, что уже само по себе странно для нашей традиции, то есть, что там Левашов однозначно в лидеры баллотировался, и даже в президенты пытался, то есть, это уже корни оппозиции, его фотография с Рокфеллером, а, ну, все равно, я считаю, что он давал много правды, много правды, и даже, как бы, я даже скажу, что отчасти, это как для меня, Левашов, допустим, сыграл только мне на руку, я благодарю его за карты Тартарии, которые он принес в британской библиотеке, кстати, что тоже странно, что, как бы, как это Русу дали там доступ в британскую библиотеку, к секретным там архивам, каким-то там сделать все эти копии карты, и принести сюда, и вообще, как бы, туда забраться. Владимир, ну, не хочу перебивать, а вот у меня версия, что Тартария это наводил, по той простой причине, что все написано на латынице, я всегда кричу, покажите мне буквицы карты, которым 300-400 лет, даже по официальной версии, если мы славяне, даже по официальной науке, в каком, в 12 веке появились, я уже не помню, в каком они нам придумали веки, чем в 8-м, нету карт. Я думаю, это многоходовка, чтобы объяснить, почему здесь другие народы живут, то есть выделили нам кусочек якобы, а территория всегда, думаю, принадлежала вся нам. Нет, я тоже согласен, что вся нам, просто я думаю, что эти карты, у меня у самого дома висит, 1900, сейчас посмотрю, подождите поближе, 1651 год, вот там есть Тартария, она у нас, так как я в Латвии, да, у нас не чухнули по всему этому, и у нас официально продаются эти глобусы, эти карты просто в магазине карт, в магазине глобусов, но сделанные по древним картам. Нет, я предполагаю, что я не буду спорить с тем, что там 200-300 лет, как некоторые говорят, там, я скажу, что, ну, как бы по моим подсчетам, это вроде бы сходится, ну, во-первых, карты эти, они из британских и французских источников, потому они на латинице, то есть их именно вот Левашов и его, как бы коллеги оттуда привезли, это я не оспариваю, это не наши карты, мы их не давали, я не знаю, есть они у каких-то жрецов-хранителей, нет, я знаю, что есть жрецы-хранители, которые до сих пор сидят в подполье, и что у них там есть, чего нет, я не знаю, но было много чего конфисковано, и были те времена, где они в своих библиотеках что-то хранили, действительно, каких-то событиях, что действительно происходили, я считаю, что конкретно, когда-то, конечно, была целостная держава Руси, это океана до океана, а потом с территории Европы начали ее захватывать потихоньку, вот оттуда, ну там захватили кусочек, назвали Испанию, захватили еще кусочек, назвали Греция, назвали Италию, назвали там Францию, назвали Англию, назвали Германию, и так шли, 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 назвали потом Московию, и вот последний кусочек, который был не захвачен, он назывался Тартария, потом мы его захватили, но для меня как бы эти карты вроде похожи на правду, а по Левашову, ну то, что он давал, действительно какие-то, ну как на мой взгляд, и нормальные, многие вещи он давал, допустим, про Индию, ну я немножко не согласен, что было сначала в Египет, а потом в Индию, я считаю, что наоборот, сначала в Индию, а потом в Египет, то есть как, по, если взять эти индийские, даже веды, Рамаяну, то там получается, а и в наших слоях на риски сходится, что вот они сначала прибыли на остров Шри-Ланку, который там внизу Индии, и они там обосновались, и они, кто это прибыл, получается, по нашим, по индийским ведам, просто написано, что это были демоны, просто демоны, и по индийским ведам тоже там объясняется, ну как бы там закамуфлировано, что они стали создавать, стали создавать людей искусственных, и скрещиваться с людьми, если закамуфлировано это разъяснить, допустим, Махабхарата, где как бы война между братьями, пандавами и кауравами, то тут закамуфлированное такое понимание, типа пандавы были хорошие, это типа были как мы, а кауравы были плохие, это типа были как они, ну типа они почему-то были братья, но как родились братья кауравы? От одной женщины 101 брат родился, это как так? И там объясняется, как это было, то есть из нее вытащили, размножили на кусочки, и выращивали в искусственных пробирках, то есть они объясняют эту технологию серых пришельцев, которые выращивали людей, то есть как бы до сих пор, даже если взять тоже подтверждение, что вот про этих серых пришельцев, про НЛО, слышали может такое, что воруют женщин ночью на НЛО, потом они беременеют, потом через три месяца беременность вдруг проходит, то есть как это так, а там еще ни ребенка, ничего нет, и беременность прошла, то есть они опять воруют второй раз, вытаскивают то, что там внутри, делят это на кусочки и выращивают в пробирках, вот таким образом они выращивают искусственных людей, они похожи на нас, ну как бы больше не на нас, конечно, на определенный народ, и они туда внедряют и свое ДНК, ну получаются люди искусственные, похожие внешне на людей, а внутри там просто у них нету совести, нету духа и души, у них есть главная живатма, которая управляет, и все, а совести, души, духа нету, и они даже подтверждают это в своих писаниях, допустим, в том же, в том же, в том же, в том же иудаизме, когда, вот сейчас благодаря интернету, раввины тоже, есть видеоблогеры, которые выступают и отвечают на вопросы в интернете, я слушал раввинов, мне интересно, что у них тоже происходит, и там задавался такой вопрос раввину, что такое душа? И раввин ответил на вопрос очень красиво, он говорит, а в Торе нету души, значит, души и не существует, раз в Торе не написана душа, значит, ее не существует в природе. Да, да, да. Вот так ответил раввин на вопрос, раз в Торе не написано про душу, значит, ее не может быть вообще. Вот, и также, вот я думаю, что они, когда делали этих искусственных людей на Шри-Ланке, эти люди потихоньку стали переселяться в Индию, переходить, и там они стали скрещиваться с неграми, и вот там тогда и произошел этот культ богини Кали. Калима? Да, Калима, вот они туда принесли со Шри-Ланки этот культ, и вот они строили эти храмы, которые сейчас на картинках мы видим, и потом, вот, получается, наши предки наехали на них, дали им веды, сказали, нахрен, какой Калимаш вы тут беспределите, и теперь мы имеем, что имеем, вот этих индусов, а те, которые остались на Шри-Ланке, даже по индийским ведам, по Рамаяне, то есть пришел Рама воевал с этими, и обращу внимание, что Рама воевал, за Раму воевали еще народ обезьян, есть другая ведическая школа, которая рассказывает, что когда пять тысяч лет назад наши предки пришли давать в Индию веды, что там жил народ обезьян, и вот этим обезьянам мы и давали веды, то есть это были говорящие обезьяны, ну, наверное, не совсем такие, как сейчас, да, не умели говорить, и раз им давали веды, то они умели общаться, значит, это не те обезьяны, которые сейчас живут, но, скорее всего, это те обезьяны, которых описывают ученые, что были там кроманьонцы, неандертальцы, так вот, и когда закончилась война, Рама победил, дальше в индийских ведах это не описывается, а в славянно-арийских ведах описывается, что произошло дальше, что особо злостных, особо злостных самых там отправили в Египет на перевоспитание, а те, кто не особо злостные, а так более-менее, как бы те, которые были там уже в оппозиции, да, то есть у них тоже, как бы среди них не так нельзя делить, что, как вот у нас, что некоторые люди становятся плохими, хорошими, так же и у них некоторые люди становятся хорошими, становятся людьми, и те, кто был в оппозиции, их там и оставили, и вот они переселялись в Индию и тоже принимали веды, и вот это сейчас индусы, а те, кого отправили в Египет, это те же самые ребята со Шри-Ланки, только их отправили в Египет на перевоспитание, а не в рабство, как они пишут в своей книге, они пишут, что вообще они туда сами пришли, и вдруг их захватили в рабство, но по нашим книгам они туда не сами пришли, их туда сослали, и ни в какое не в рабство, а выделили им там территорию в Египте, и присматривали за ними, чтобы они не сбежали с этой территории, и сами трудились, самостоятельно жили просто, не используя никакого оружия и нападения, и закабаления других народов, но все-таки время ночи Сварага шло, им удалось оттуда сбежать, опять же не без помощи этих же пришельцев, они сбежали оттуда, и дальше мы уже знаем, что произошло.